Столб хунян-джуан и соприкасаемся при плечами. Легко, буквально, у мужчин есть бонус волосики, буквально волосиками, легкое-легкое касание, что это не должно быть напряжение. А теперь посмотрите, я доворачиваю руки, это практически пентушили то, что вы делаете, да? Выполняя пентушили вперед, вниз, внутрь вот эти усилия, но не руками, а всем телом. И стараюсь, когда мы касаемся руками, сразу хочется силу применить. Там, где руки, там и сила, там. Поэтому нам нужно как раз именно в режиме шили вот это сделать движение. И вот я пошел-пошел. Задача того условно защищающегося, у меня сила на него, он должен назад, центр тяжести смещает, наружу и вверх. То есть он должен перенаправить усилие мимо себя, далеко не надо, все. То есть задача не упереться, а перенаправить усилия. Перенаправил. Теперь мы меняемся ролями. У партнера пентушили, начинающим можно прямо, да, вот так вот. А я постепенно в стол превращаю. И вот посмотрите, назад, вверх, наружу. И пошли мы. Пошли мы, нащупаем. Что важно? Чтобы здесь не было сминания. Это вы в столбах научились. Вот эти позиции. Вот это плохая позиция. Что важно? Что вы все три направления вперед, вниз, внутрь. У него назад, вверх, наружу. Научили слушать вот эти направления. Что важно? Что видите, я переношу весь тело с одной ноги на другую. Но более тонкий момент, колено не гуляет. Видите, я как бы упираюсь в него. Что важно еще? Фансун. То есть мы работаем на таком состоянии тела, когда нет перенапряжения, нет вот этого, как я в столбах управлял вот этого, да. И потихонечку делаем. Еще мы учимся на центральную линию направлять усилие. На центральную линию, чтобы не было так, что я туда куда-то веду. А точно на центр. Ну, вторая рука здесь в готовности находится. И так потихонечку чувствуете напряжение. У начинающих обычно плечи включаются. Остановились, расслабились, поменяли руку. Вот. И обычно у начинающих ладони включаются. Старайтесь все-таки предплечьями, чтобы у меня здесь был столб, а здесь, видите, вот такой загиб. Вот. Как крыло у самолета. Вот. И мягненько используем все тело. И получается, я тестирую метод Шелли с партнером. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вопрос. Мы знаем базовые формы, то есть когда мы отрабатываем, потом с клюком, уходом и мы начинаем пробовать ходить друг с другом, то есть без техники. Просто встали и хотим вот это вот именно вот почувствовать это вот начало от этого именно самого вот. Хождение. Вот это вот, двумя руками, двумя, чтобы понимали где вот этот вот контакт происходит, где идет на данном, где вам нужна методика, какая рука у него, какая у меня, какая снизу, какая сверху. С чего начать? Вы встаете в позицию Дин Бабу. Давайте, чтобы у нас одна нога была впереди, правая. И отсюда мы начинаем учить соло ту шоу одиночное, только в исполнении, без партнера пока. Делаем. Вверх ручка идет. Вверх. Столб. Столб. Сейчас мы обращаем внимание только на верхние, верхние детали, да? Фуань. Фуань. Одну ручку здесь держим, вот передней рукой делаем. Давайте не так, а поправились. Фуань. Столб. Крючок. Вышли отсюда. Давай, ты сначала отопьешь, ты защищаешься. Вот обратно внимание на крючок, кстати. Вот у тебя сейчас будем делать весь ключ, что как только плечо приподнялся, у нас столько силы плеча. Нам нужно найти и стопу довернуть. Да. На секундочку отойдите, расслабьте руки. Подготовительная позиция. Ну, уважение хорошего. Ничего я. Можно дать им немножко самим поработать? Задание, ага. И вот смысл в чем? Я практически в столбе. Вот это у меня хорошая, сильная позиция. Как только поднял все неудобно и плечо болит, и раздняется. У меня плечо вышло из суставов. Все, я только одну руку и больше травку. А мне нужно прямо, чтобы вот головка плеча, она так перекатывалась. Потом в этой позиции. Это непростое, поэтому я рекомендую прямо уделять. И здесь смотри, да, не вниз, а вперед. Ну, не в груди. Вот, как низко, плохая позиция. Ну, прямо вот такую подготовительную работу поделать, и тогда будет удобно переносить. Ну, когда... А, 8. Ну, да, да. И больше, ну, 90 либо больше. Вот в этой слабой позиции. Вот в этом ключе. То есть нужно разобрать. Ну, это практически у всех. Все поднимают. Вечу у меня крово вот это часто используем.